Встречайте, победители! Команда женского футбольного клуба «Белогорье» стала первой среди девочек 11-12 лет на всероссийском финале проекта «Минифутбол в школу», в котором встретились сильнейшие школьные команды страны. Финал проходил в Нижегородской области. Команды сыграли групповой этап, затем стадия плей-офф, соответственно полуфинал и финал. Первая игра дала нам почву для размышления, как сыграть, как использовать свои сильные стороны. Как раз таки из команды из Ижевска, с которой в финале также встретились. Калкипер Белгорода, Макаренко бьет! Победный гол в серии пенальти забила вратарь команды Василиса Макаренко. Спортом она увлекается с 7 лет. Любовь к футболу привел дедушка, который вместе с ней смотрел по телевизору чемпионаты мира и Европы. По словам спортсменки, решающий удар в ворота Ижевской команды стал для нее самым волнительным. Страшно было очень. Из-за того, что я понимала, что это уже финал, дальше некуда. Надо было вписывать себя в историю, потому что в том году мы стали, к сожалению, третьими. Перед решающим фенальти я собралась с мыслями. В итоге ударила по центру ворот. Но хорошо, что хоть забила. Я в этом очень рада. Анна Ситрокян по итогам соревнований получила индивидуальный приз. Ее признали лучшим игроком турнира. В свободное время обожает рисовать футболистов, самый любимый из которых – Лионель Месси. Признается, что заслуженную награду смогла получить благодаря искреннему желанию победить. Все свои силы отдала этой игре ради команды, ради, чтобы все было хорошо, чтобы мы выиграли. Все силы. Помогала моя команда. Но если бы не они, я бы не заработала. Сейчас команда женского футбольного клуба «Белогорье» готовится к новым играм и, конечно, к новым победам. Скоро девушкам предстоит принять участие во всероссийском турнире «Кожаный мяч». В случае успеха они представят Белгородщину в финале ЦФО. Денис Тремаусов, Роман Юрин, Белгород Медиа.